Здравствуйте, меня зовут Игорь Тычко, я тренер по ГО, занимаюсь этим более 10 лет, в том числе в обычной общеобразовательной школе. Большинство моих учеников начинающие игроки, и поэтому ролик, который я сейчас записываю, адресован именно начинающим игрокам, а также тренерам, которые тоже стремятся попробовать какие-то новые способы работы со своими учениками. Тема у нас тренировочная рамка, и это понятие включает в себя настройку на партию предварительно, до того, как вы ее сели играть. Например, перед нами шесть стандартных форм развития позиций от одиночного камня. И перед партией вы настраиваетесь на то, что будете развивать свои позиции исключительно такими формами развития и никакими другими. А заодно следить за ходами противника и думать, следует ли он вашему правилу. И если он применяет какие-то другие формы, то насколько они адекватны ситуации. Разумеется, что кроме форм развития своей позиции, также стоит задумываться о том, что мы можем ограничивать развитие противника. В данном случае теми же самыми шестью формами, только со сменой цвета. Ну и сочетая эти две предустановки на партию, можно добиться достаточно такого интересного результата. Собственно, упражнение, которое можно выполнить с такими историями, выглядит следующим образом. Что вы перед партией рисуете табличку. И эту табличку заполняете частично во время партии, частично после. Выглядит табличка. Выглядит эта табличка похожим образом. То есть в ней, в первом столбце, обозначены формы, за которыми вы следите. Ну и кроме шести форм хороших развитий, тут снизу есть еще две не очень хорошие обычные формы, в которых есть точки разрыва. Во втором столбце у нас номера ходов, на которых вы эти формы заметили. В третьем и четвертом ваше отношение к этим ходам. То есть хорошие они или плохие. Первый из них мы заполняем во время партии. Желательно либо до того, как мы хотим сыграть такую форму, либо сразу после того, как противник такую форму сыграл. И второй столбец — это наше отношение к ходу после партии, когда мы знаем, к чему все это привело. Последний столбец, в нем мы описываем причину, а почему же мы считаем, что ход хороший или плохой, что же он такого делает. К чему такие ограничения на партию могут привести у начинающих игроков? Ну, давайте посмотрим. Перед нами партия игроков уровня 25-20 Q. Партия сыграна на сервере GoQuest. В рамках проекта игровых вечеров. Как вы видите, партия вначале очень простая. То есть соперники делят доску примерно пополам. Но такое ограничение по применению всех тех форм, которые обозначены в таблице, оно приводит к тому, что в принципе грубых ошибок здесь нет. И если мы эту партию дадим наигрывать сильным игрокам уровня дана, то предсказать, кто же здесь выиграет, я не возьмусь, потому что партия, опять же, очень близко. Собственно, даже на таких простейших ограничениях, которые мы накладываем на свои партии, они могут очень разительным образом поменяться. И, например, переориентироваться от стремления к захвату камней к стремлению к захвату территории. Ограничения, которые мы рассматриваем, могут быть и более сложными. Например, сейчас перед нами четыре стандартные формы блокировки, в которых черные защищают свою территорию в нижнем левом углу от проникновения белых. Ну, то есть, как нужно смотреть на позицию, чтобы такие ходы играть? Во-первых, нужно представить, а в каком направлении белые могут развиваться и куда мы их не хотим пускать. Ну и, соответственно, если мы не хотим их пускать влево, то вот эти четыре формы будут помогать нам их остановить. Какие-то из них встречаются в партиях заметно чаще, какие-то реже, за какими-то нужно будет специально охотиться, но об этом мы попозже еще поговорим. Как будет выглядеть табличка для таких ограничений? Перед нами выполнение упражнения по партии. Выполняли его черные, и черные отмечали только те ходы, которые они делали сами. То есть сразу по этому выполнению можно добавить дополнительную историю, что следить надо не только за своими блокировками, но и за блокировками противника. Есть как хорошие блокировки, так и плохие. Поэтому можно предположить, что в колонке плюс-минус стоит отношение к ходу после партии, потому что, ну, вряд ли в своей партии вы станете играть ходы, которые считаете плохими. Ну и в причинах достаточно развернуто описано, почему их считают хорошими или плохими. Сейчас мы с первыми двумя блокировками, которые по партии встретились, познакомимся и посмотрим, почему же их такими посчитали. На седьмом ходу у нас черные заблокировали белых, не пустили их в угол, расширили свою территорию и, кроме этого, также отметили, что добавили себе домы. Из того, что не отмечено, например, не отмечено, что камень белых стал слабее, его теперь требуется защищать. Это еще одно дополнение, которым можно расширить восприятие хода и характеристику, которая влияет на его оценку. Ну а если мы посмотрим на следующую блокировку, ее автор партии оценил отрицательно, потому что, ну, вообще-то белым развиваться вниз особенно некому. И блокировать с этой стороны не очень полезно. Мы себе добавляем мало территории. Как мне кажется, территория здесь не основное. Основное — это направление, в котором мы хотим не пускать белых. Ну и, разумеется, сверху места гораздо больше, поэтому блокировку с помощью хана было бы уместно применять не под двумя камнями, а над ними. И результат был бы заметно лучше затерных. Если в предыдущем выполнении ходы были оценены верно, то здесь партия показывает, что достаточно часто ученики проявляют какое-то недопонимание или, опять же, просто не угадывают с тем, что они на самом деле делают и к каким последствиям это может привести. Соответственно, две блокировки, которые тут указаны — это снова блок через хане и блок с помощью вытягивания. На четвертом ходу белые посчитали, что блокировать плохо, потому что у них появляется разрезание, но на самом деле они следуют поговорке на цука играй хане. И опасаться разрезания сейчас точно не следует, потому что это приведет к форме перекрестного разрезания, а в нем у белых будет шанс первым удлиниться. Ну а тот, кто первый в перекрестном разрезании удлиняется, обычно получает преимущество. Никаких показаний к тому, чтобы это обычно здесь нарушалось, нет, потому что доска еще практически полностью пустая. Поэтому блокировка хорошая, и как раз рассказом про перекрестное разрезание можно дополнить отношение к этому ходу, чтобы попытаться сменить его, позволит хода не бояться. И наоборот, про 18-й ход сказано, что этот ход хороший, но если мы посмотрим на те слабости, которые у нас есть у белых, то мы увидим, что у белых очень много нехваток доме, очень много точек разрезания, и в результате, если у нас черные в одной из точек разрезания решатся разрезать, то белым придется отдать либо три камня справа, либо у них будет захвачен один камешек снаружи в лесенку. Результат за белых не приведет к тому, что они территорию в углу получат больше, а приведет к тому, что они на верхней стороне, наоборот, территория получат заметно меньше. То есть еще одна история о том, на что стоит сместить внимание игрока, чтобы здесь таких ошибок не делать. То здесь ограничение, что стоит следить за слабостями формы. Если цепочка слабости очень длинная, делать ходы, развивающие вашу позицию, не очень разумно, гораздо разумней позицию укреплять. Давайте посмотрим, как применение этой рамки будет выглядеть, например, в партии на доске 19 на 19, если мы относимся к ней как к некоторому чек-листу по поводу тех форм, которые мы должны попробовать в своей партии. Первые блокировки в этой партии встречаются очень рано, потому что после вторжения в сан-сан, что у черных, что у белых есть хорошие блокировки с помощью вытягивания. И даже несмотря на то, что дальше белые не блокируют через хане, блокировка через хане к 11-му ходу уже встречается. Можно уже вот таким вот образом отметить, что классно, мы за черных сыграли как формы блокировки с помощью вытягивания, так и формы блокировки с помощью хана. За оставшимися формами нам совершенно точно придется охотиться, то есть выискивать те места, а где нам получится их сыграть. При этом, возможно, мы даже будем считать, что это ошибка, но поскольку выполнить задание нужно, то будем форму блокировки такую применять. В этой партии блокировка с помощью тигриной пасты и с помощью прыжка через пункт встретились совсем не скоро, несмотря на то, что черные брали на себя такое задание, как попробовать сыграть все четыре формы блокировки, ну, по простой, понятной причине. Это было первое упражнение на применение этой рамки. Упражнение необычное. Вот к этому моменту у нас, конечно, встретилась форма тигриной пасты, но к блокировкам это не относится. И пока что непонятно, а где вообще нам эти формы успеть сыграть. Ну и вот в этот момент, сами того не понимая, черные к такой возможности подготовились. То есть если белые от своей группы наверху дальше решат, что они хотят развиваться в центр и таким образом потянутся, то вот у черных уже готовая тигриная пасть, два отмеченных треугольником камня, они эту подготовку и выполнили. Но черные не заметили, что к этому подготовились и продолжили играть несколько по-другому. Собственно, дальше в партии появилось две больших зоны. И к этому моменту зона есть большая справа у черных, зона есть у белых снизу. И появляется возможность сыграть блокировку прыжком через пункт, который при этом находится на границе двух зон влияния. То есть направление игры определено точно, и черные применяют вот эту форму блокировки. На самом деле, ход плохой, несмотря на то, что направление верное. И понять это можно следующим образом. Допустим, мы обмен ходами по шестой линии убрали. И белые дальше делают ход, который тоже находится на границе зон влияния. То есть это нормальный вменяемый за белых ход. Но черные же не станут дальше тянуться вниз. С точки зрения разделения зон влияния, наращивания своей и сокращения у противника, ну, гораздо логичнее тянуться влево. За счет такой перестановки ходов можно увидеть, что ход действительно ошибка. Ну, то есть прыжок через пункт здесь применять не стоит, потому что у нас появляется ненужный нам камень, а у белых такого камня не возникает. Получается, что у нас осталась лишь одна форма неохваченная, а именно блок с помощью тигриной пасти. То есть сколько-то еще ребята поиграли на нижней стороне, ограничивая зону. После чего захватили камень, и белые пошли сокращать зону черных. То есть белые начали движение вправо, а черные, разумеется, вправо белых пускать не хотят. И сначала здесь идет блок с помощью вытягивания. А черные заблокировали, белые стандартным образом ответили. Но у нас появилась подготовка к блоку тигриной пасти. Есть два камешка черных, но тигриной пасти не хватает одного камня. Чтобы эта тигриная пасть была блокирующей, нужно каким-то образом заставить белых сыграть в А. А что нужно сделать, чтобы белые сыграли в А? Нужно не оставить им другого способа пролезать в заготовку черных. Таким прыжком мы добиваемся требуемой цели. Белые пролазят, и мы их блокируем с помощью тигриной пасти. Все четыре формы мы поставили, а значит тренировочную цель, которую мы на эту партию себе ставили, мы уже осуществили. На этом можно остановиться, но также есть возможность расширить те рамки, которые мы рассматривали. Например, когда белые сыграли ход А, у черных появилась локально хорошая возможность защитить угол, потому что иначе белые могут его отобрать. Но поскольку этап партии еще далек от Йоса, и группы черных комфортно себя чувствуют с точки зрения базы, то группе ничего не угрожает, а значит и в этом ходе срочного ничего нет. Поэтому про блокировки для защиты территории нужно понимать, к какому этапу партии они относятся. Такие ошибки в этой партии уже встречались. То, что черные не стали здесь защищаться, это маленький шаг вперед, который позволит им в следующей партии играть заметно сильней. Давайте попробуем подвести итог. Для того, чтобы тренироваться, применяя рамку, сначала нам нужно выбрать ограничения, за которыми мы будем следить во время партии. Дальше мы отыгрываем партию, отмечая, в каких местах нам удалось применить данное ограничение, или в каких местах мы не стали делать какой-то ход, который этими же ограничениями опровергается. После этого мы анализируем принятые решения, и в идеале сверяем их либо с тренером, либо загружаем в программу и проверяем, насколько удачным, насколько точен был наш анализ. По результату сверки находим, а как стоит эти ограничения изменить, и далее повторяем процесс. Подобный подход я применяю на игровых вечерах. Это интернет-проект, который появился в результате переноса занятий из школы в онлайн, когда начался ковид. К проекту по-прежнему можно присоединиться. Ну и если у вас остались какие-то вопросы по материалу, лекции или по тому, как присоединиться к игровым вечерам, пишите. Контакт есть в описании видео. Я надеюсь, что вы с пользой провели время. На этом все. Пока-пока.